Здравствуйте! В эфире телеканал АРИС Новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Выборы в Госдуму России назначены на 18 сентября. В этот же день кумертаусцы будут выбирать депутатов местного совета. Сейчас избирательная кампания идет своим ходом. Так, 12 июля завершилась регистрация самовыдвиженцев. О результатах этого процесса и ходе кампании в целом расскажет председатель территориальной избирательной комиссии Михаил Подковка. Он у нас на связи. Михаил Николаевич, здравствуйте! Скажите, сколько кандидатов в депутаты зарегистрировано на данный момент? Добрый день, уважаемые избиратели, уважаемые горожане! На сегодняшний день в городе Кумертау территориальная избирательная комиссия, на которую возложена обязанность окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы Российской Федерации 7-го созыва, продолжает свою работу. И на сегодняшний день у нас следующие результаты. По самовыдвижению у нас зарегистрировались два кандидата, которые в порядке самовыдвижения подали документы для участия в выборах. Это Сидоров Виталий Алексеевич и Сергей Геннадьевич, которые у нас подали документы и выдвинулись в соответствии с выборным законодательством Российской Федерации. На сегодняшний день у нас два самовыдвиженца, так можно сказать. Кроме этого, продолжают поступать заявления от кандидатов в депутаты по одномандатному избирательному округу номер 7. Он у нас называется Салаватский одномандатный округ. И на сегодняшний день пока от либерально-демократической партии Российской Федерации подано заявление, поданы документы на выдвижение от Ахметьяновой Айгуль Айратовны. Вот пока на сегодняшний день такая ситуация. То есть три кандидата пока представили свои документы. Два по документам самого движения и Ахметьянова по 7-му одномандатному Салаватскому округу от партии ЛДПР. Я так понимаю, выдвижение кандидатов в депутаты местного совета и Госдума пока продолжается. Когда завершится этот процесс? По срокам выдвижения кандидатов в депутаты хочется сказать следующее, что 21 июля у нас завершаются сроки выдвижения кандидатов в депутаты в местный совет. А 23 июля завершается выдвижение кандидатов в депутаты в Государственную Думу от партии по Салаватскому одномандатному избирательному округу номер 7. В городском округе наверняка есть избиратели с временной пропиской. Смогут ли они проголосовать на предстоящих выборах? Избиратель, зарегистрированный по месту пребывания на территории соответствующего избирательного участка, не менее чем за три месяца до дня голосования может быть включен в список избирателей на этом избирательном участке на основании личного письменного заявления, поданного в соответствующую территориальную избирательную комиссию от 60 до 21 дня до дня голосования. Обратиться избирателям с заявлением такого содержания можно в территориальную избирательную комиссию города Кумертау, расположенную по адресу Ленина, у 17, кабинет 313, третий этаж. Спасибо, Михаил Николаевич. Я напомню, что на связи с нашей студией был председатель Кумертауской территориальной избирательной комиссии Михаил Подковка. Понаехали. Бывает, что с таким настроем на приезжих в столицу абитуриентов смотрят местные жители. Вчерашние школьники, может быть, и рады сдать документы в учебное заведение в своем городе, однако такая возможность есть не у всех. Более того, некоторые муниципалитеты ее теряют. Так, несколько филиалов УГАТУ пока не могут принимать учащихся на дневное обучение, поскольку их признали неэффективными. К счастью, с Кумертауским филиалом все в порядке. Претензий к его эффективности у контролирующих органов нет. Репортаж Константина Меркушева. В начале июля в филиале УГАТУ в городе Кумертау состоялось торжественное мероприятие «Выпускник-2016». В этом году стены вуза покинули более 230 студентов дневной, вечерней и заочной формы обучения. Для приветствия и поздравления студентов-выпускников присутствовали почетные гости. Они пожелали выпускникам успеха в трудоустройстве, всем стать достойными профессионалами своего дела, а также создать семью. В этом году в филиале по-настоящему рекордное количество студентов, окончивших обучение с отличием. Так, по очной форме обучения 17 студентов получили красные дипломы. В связи с чем же такая успеваемость? На этот вопрос нам ответил директор филиала. В последние годы очень хорошо поддерживает правительство Российской Федерации. Мы же являемся высшим учебным заведением федерального значения. То есть хорошо успевающим студентам выплачивается президентская степень Российской Федерации, правительственная Российская. Кроме того, еще в степенье раньше был президент Республики Башказахстан, а сейчас называется главы Республики Башказахстан. Хорошая успеваемость студентов, поддерживающая администрация городского округа. То есть между студентами идет какое-то соревнование. Для Кумертаутского филиала эти выпускники далеко не последние. А вот для остальных большой вопрос. Каждый год по всей России проходит мониторинг эффективности вузов. Его проводит Министерство образования науки. По результатам, четыре филиала УГАТУ из пяти признаны неэффективными. А именно в Нефтекамске, Стрельтамаке, Туймазах и Кумертау. Но в Кумертау решили оставить очное высшее обучение. В связи с тем, что в КумАП будут готовить студентов для дальнейшей работы в этом предприятии. А в других филиалах на очное высшее обучение с этого года документы приниматься не будут. Лишь только на заочное высшее. В этом году руководство нашего университета выделило в бюджетные места только Кумертауовского филиала. И Туймазах, и Нефтекамске, и Стрельтамаке, и Шимбае таких мест нет. Если они наберут, предположим, контрактные формы обучения только на заочное, на очное там уже нету, контрактные формы обучения какой-то наберут, они могут еще каким-то образом думать о будущем. Такая ситуация была ожидаема. Демографическая ситуация ухудшается, меньше поступающих филиалы, соответственно, конкурс складывается низкий. Это влияет на уровень проходных баллов, что учитывается при мониторинге. Студенты же, которые уже учатся в филиалах, могут не беспокоиться. Учебу они завершат и получат дипломы о высшем образовании. Ну а в Кумертауском филиале двери открыты для всех желающих, которые хотели бы связать свое будущее с этим университетом. Стадион «Шахтер» принял матч последнего тура открытого первенства Башкортостана по футболу. Вторая лига «Зона Юг». В нем футбольный клуб «Кумертау» сразился с салаватской командой. Футбольное противостояние завершилось со счетом 4-2. Подробнее расскажет Константин Меркушев. В «Зоне Юг» открытого первенства Республики Башкортостана по футболу среди команд второй лиги состоялся заключительный матч. В первом круге футбольный клуб «Кумертау» на выезде одержал волевую победу над салаватским «Дюш» ГСК со счетом 2-1. Игра в «Кумертау» также проходила в равной борьбе. Правда, начало встречи могло обескуражить гостей. После первого тайма футбольный клуб «Кумертау» выигрывал со счетом 3-0. Голами отметили Саадатов, Илюшин и Фадеев. Все шло к тому, что наши ребята и во втором тайме забьют пару-тройку голов. Но оказалось все не так просто. Гости после перерыва вышли более мотивированными и отыграли два мяча. Это не помогло. Окончательный счет установил Попков, использовав свой момент. В первом тайме у нас все получилось, как мы хотели, как мы планировали. В первом тайме мы все свои моменты реализовали. Как бы победили 3-0. Во втором тайме вышли, как бы начало минут 5-10 тоже получалось. Но потом уже, я чувствую, сил у нас осталось поменьше. Команда салават помоложе. Перебежали нас чуть-чуть. Хочу всех поздравить с победой. Город, хотя несмотря на то, что вторая лига возродилась, я приехал на последний тур, успел. Охота, чтобы наша команда заиграла так, как ярко, на примере Шимбая, Стрель-Тамака, которые тоже лет 5 не играли. С этого года вернулись в высшую лигу. Хочется пожелать всего лучшего. Ну и детям. Все, чтобы делалось для наших детей, чтобы развивалось. А так, ну, еще раз поздравляю всех с победой. В итоге Кумертау своей победой заносит копилку 3 очка. 16 очками команда финиширует в подгруппе зоны Юг вторыми. Первое же место занял футбольный клуб Стрель-Тамак-2, не потеряв ни одного очка. Вдобавок у них одна игра в запасе, что никак не повлияет на турнирный расклад. Когда команда выигрывает, это всегда приятно. Ну, естественно, в каждой игре должен делать замечание тренер. Он видит ошибки тренеров, видит какие-то недосчеты, просчеты. Поэтому самое главное в игре – это результат. Поэтому он на тренировочном процессе разберет игру, чтобы эти ошибки нападающие, защитники, воротари, вообще полевые игроки не допускали в следующем матче. Поэтому на сегодняшний день матч был неплохой, результативный. Для болельщиков очень приятно, когда забиваются ворота очень много голов. Теперь наши земляки будут ждать своего соперника в зоне «Север». Будут сыграны стыковые матчи, по итогам которых победившая команда пройдет в первую лигу. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.